Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! Сегодня мы вам расскажем о том, как запустить аквариум и расскажем о подробной инструкции. Действие номер один. Для начала вам необходимо проверить, купили ли вы все необходимое. Сам аквариум, подставку под него, если она необходима, а также смягчители, лампы, обогреватели, воздуховод, фильтр и так далее. Если вы убедились, что все это у вас есть и все предметы необходимым обихода, нужно переходить к действию номер два. Проверьте то место, куда вы поставите аквариум, нет ли там сквозняков, резких перепадов температуры и не будут ли попадать на ваш аквариум прямые солнечные лучи, потому что если у вас будут попадать прямые солнечные лучи, то скорее всего у вас появится эвглема и прочие болезни аквариума, которые вам абсолютно ни к чему. Действие номер три. Необходимо проверить сам аквариум на прочность. Проверьте, не протекает ли он нигде, нет ли никаких сколов и трещин. Если все-таки есть, то либо почините аквариум, либо обменяйте его на новый. Нужно учитывать то, прочная ли ваша подставка под аквариум, когда вы будете его проверять. Учитывайте, что вес аквариума очень тяжелый, 10 литров воды, равно 10 килограммам. Кроме этого, в вашем аквариуме будут находиться лампы, камни, песок, что тоже весит немало. Для подложки под ваш аквариум можно использовать толстый картон или полистирол. Когда вы уже поставите аквариум и решите, что пора его запускать, начните с грунта. Грунт предварительно нужно обязательно промыть в ведре с теплой водой до тех пор, пока вода не станет чистой. Потом желательно его прокипятить. При желании можно добавить также уже кипяченые чистые коряги, камни и другие искусственные элементы. Если же вы, конечно, не хотите посадить туда настоящее растение. После этого, когда вы уже положите грунт в ваш аквариум, необходимо установить все приборы. Поставьте нагреватель, фильтр, воздуховод, все в рабочее положение, но ничего не включайте в сеть. Потом постепенно начинайте заполнять аквариум воду. Следите за тем, чтобы световые элементы находились в таком положении, чтобы на них не попадали брызги воды и не скапливался конденсат от воды. После того, как вы запустите аквариум, нужно постоянно измерять температуру и работу воздуховода. Следите за этим в течение недели, заодно вода отстоится и только потом можно запускать туда рыб. Следите за тем, чтобы вода в аквариуме подходила для ваших рыбок и запаситесь заранее тестами для воды. Это все, что мы вам хотели рассказать о запуске аквариума. Следите за нашими новостями и ставьте лайки, дорогие наши подписчики!